приветствую ценителей ножей на нашем канале сегодня у нас на обзоре очень интересный филеяный нож под названием икра от компании all knife вот этот симпатичный нож и чем же он так интересен давайте разбираться ну во-первых нож икра разработан компанией all knife специально для магазина резать room он выпущен лимитированной партии из 50 штук и приобрести его можно только в магазине резать а во-вторых ну хотя скорее это во первых нож оснащен клинком из новейшей порошковой стали loman chrome x pm который однозначно можно отнести к категории супер стали ну я уже вижу вопрос что же в этой стали такого волшебного а вот представьте у этой стали содержание углерода 1,25 процентов что позволяет закалить ее до 62 63 и более роковых при этом сталь высоколегированная хромом молибденом и ванадием и хрома в ней целых 19 процентов то есть если перевести эти сухие данные в плоскость рабочих характеристик получается что нож с клинком из этой стали должен обладать фантастическим резом и не менее же фантастическими антикоррозионными свойствами но круто я знаю что клинки стали кромок сподвергали различным суровым тестом в том числе и купали их в океане и абсолютно ничего негативного с ними не приключилось если вы хотите узнать больше об этой стали и так сказать из первых рук смотрите эксклюзивное интервью для резать ru директора предприятия деррен официального представителя компании ломан в россии ссылочка на интервью должна сейчас появиться у вас на экране нож весьма удобен в руке не скользит отрабатывает упор больстера и поперечные насечки на боковых сторонах рукояти ну а как он ведет себя в работе давайте сейчас же и проверим что ж начнем пожалуй с кефали вот такая симпатичная рыбка я ее предварительно подготовил почистил для того чтобы мы с вами сейчас не тратили на это время делаем косой надрез за жабрин им плавником и отсекаем голову далее делаем надрез со стороны спинки вдоль хребта нож должен практически лежать на хребте рыбы надрезаем по всей длине и раскрываем надрез кстати надрез лучше всего делать за один проход не нужно делать много мелких движений так филе будет отделено ровнее и чище в районе брюшного плавника протыкаем рыбу насквозь и идя вдоль хребта к хвосту отрезаем филе вот так далее идем лезвием вдоль ребер под углом к ним практически скоблим по ребрам для того чтобы филе было отделено максимально ровно и красиво не нужно торопиться итак вот наше филе отрезано ровненько и симпатично с обратной стороны делаем то же самое надрезаем вдоль позвоночника до самого хвоста переворачиваем и раскрываем наш надрез у самого хвостового плавника сделаем поперечный надрез это облегчит отделение филе от хребта делаем то же самое у брюшного плавника протыкаем рыбу насквозь и срезаем наше филе вот так работает ножикра следующая рыбка которую мы будем филетировать это сибас или лаврак я его тоже предварительно почистил подготовил но забыл удалить вот эти плавнички если вы будете работать с этой популярной ресторанной рыбой обязательно обращайте внимание на эти острые вещи их конечно же лучше сразу удалить итак приступим точно так же как и в случае с кефарию мы вот так за жаберным плавником аккуратно отрезаем голову и убираем затем делаем разрез вдоль хребта по спинке опираясь лезвием о хребет и раскрываем надрез особенностью лаврака является форма его ребер которые не сразу по легкой дуге спускаются вниз а отстоят от хребта перпендикулярно где-то на сантиметр или больше и потом идут вниз под большим углом поэтому здесь нужно очень аккуратно скоблить под углом к ребрам хорошо чувствовать что лезвие ножа идет именно по ребрам не торопиться и раскрывать надрез все больше и больше тогда ваше филе будет красивым переходим к ребрам скоблим аккуратно и стараемся делать отделение филе за длинные плавные проходы опять же в этом месте возле брюшного плавника протыкаем рыбу насквозь и вдоль позвоночника аккуратно ведем лезвие ножа в сторону хвоста далее все также аккуратно ведем клинком по ребрам нож не должен висеть на рыбе он должен опираться а ребра аккуратно отделяем и получаем вот такое филе придаем хорошую форму обрезая лишнее и в конечном результате получаем вот такое аккуратное филе снимаем филе с другой стороны рыбы проходим вдоль позвоночника переворачиваем и раскрываем разрез производим все те же процедуры со второй половинкой филе главное не торопитесь и делайте плавные движения но же кра позволяет работать с рыбой легко и комфортно и вот мы получили чистые филе сибаса которые можно приготовить разными способами но это еще не все на филе со стороны шкуры нужно сделать надрезы на расстоянии около полу сантиметра друг от друга они должны быть не очень глубокими надрезы нужны для того чтобы рыбу можно было лучше натереть солью и травами а также с надрезами рыба будет лучше и равномернее готовится эту замечательную рыбу можно тушить припустить поджарить около четырех минут со стороны кожи и одну минуту с внутренней стороны так вы получите отличную хрустящую корочку вот так ну и самое интересное на сегодня разделка с помощью ножа икра лосося для приготовления суши и ровов сначала мы от тушки рыбы уже традиционно отделяем вот эту часть которая примыкает голове она будет использоваться для чего-то другого затем опять же как и в случае с другими рыбами мы делаем разрез вдоль позвоночника нож должен лежать на хребте рыбы повторюсь ведем разрез до самого хвоста и раскрываем пласт отмечу фантастическую остроту ножа он очень легко проходит и приходится себя даже немного сдерживать настолько рез проводится без усилий ведем нож по ребрам плавными движениями отделяем пласт рыбы заводим нож внутрь на всю ширину рыбы и ведем вдоль хребта хвосту полностью отделяя пласт далее нам нужно удалить жир сверху и снизу пласта рыбы обрезаем жировую прослойку она нам не нужна для приготовления суши и ровок снимаем жирок который находится вверху и удаляем вместе с остатками позвоночника здесь могут еще оставаться кости но мы к ним вернемся немного позже продолжаем удалять верхний жир вместе с кожей отсекаем лишнее этим филейником такие процедуры выполняются очень легко затем удаляем жир снизу все также подсекаем смотрим где у нас заканчивается жировая прослойка и отделяем вместе с кожей снимаем все лишнее оставляем чистый пласт красной рыбы теперь нам нужно избавиться от неудаленных оставшихся костей вот они под пальцами хорошо прощупывается эту процедуру можно выполнить с помощью щипчиков или плоскогубцев я лично предпочитаю использовать маленький мультитул атландский вот такой мультитул с компактными плоскогубцами мне очень удобно прощупываем пальцами филе и удаляем кости при этом нужно идти со стороны головы к хвосту так вы не пропустите кости и сделайте все красиво если же удаление костей делать по-другому велик шанс повредит сам стейк не смешите главное удалить все кости вот собственно и все теперь нам надо разделить пласт рыбы на порции из которых потом будут нарезаться ломтики для суши или роллов обычно это делается так рыба делится на части по ширине ладони разрезаем удаляем косточки если что-то все же пропустили и это у нас будут порционные куски для дальнейшего приготовления ну и можем один такой кусок разделить на ломтики срезаем кожу и нарезаем на кусочки где-то по 30 грамм весом если делать эту процедуру в условиях стационарной кухни можно рыбу немного охладить в холодильнике так она будет нарезаться лучше и ровнее но даже из теплой рыбой филейный нож икра справляется в нарезке весьма легко сказывается небольшая толщина обуха и тончайшие сведения режущей кромки ну и в конце небольшое резюме этот нож проявил себя очень хорошо мне лично понравилось как он режет на мой взгляд он даже слишком острый чем это требуется поэтому при работе с нежной рыбой нужно быть очень осторожным аккуратным и вести максимально плавные разрезы не торопиться и еще один момент касающийся название этого ножа икра это именно то что и обозначает слово икра самое вкусное самое сочное что можно взять с рыбок по-моему прекрасное точное название и с юмором а что об этом ноже думаете вы напишите в комментариях пока а you